Если вы были ребенком в 60-е, 70-е или 80-е, начало даже 90-х, оглядываясь назад, трудно поверить, что нам удалось дойти до сегодняшнего дня. В детстве мы ездили на машинах без ремней, без подушек безопасности. Мы пили воду из колонки на углу, а не из пластиковых бутылок. Никому не могло прийти и в голову кататься на велике в шлеме. Часами мы мастерили тележки и самокаты из досок и подшипников со свалки. А когда впервые неслись с горы, вспоминали, что забыли приделать тормоза. Наши поступки были нашими собственными. Мы были готовы к последствиям. Прятаться было не за кого. Понятие о том, что можно откупиться от ментов или откосить от армии, практически не существовало. Родители тех лет обычно принимали сторону закона. Можете себе представить. Наши кроватки были раскрашены яркими красками с высоким содержанием свинца. Не было секретных крышек на пузырьках с лекарствами. Двери часто не запирались, а шкафы не запирались никогда. После того, как мы въезжали в колючие пусты несколько раз, мы разбирались с этой проблемой. Мы уходили из дома утром и играли весь день, возвращаясь тогда, когда зажигались уличные фонари там, где они были. Целый день никто не мог узнать, где мы. Мобильных телефонов не было. Трудно представить, да? Мы резали руки и ноги, ломали кости и выбивали зубы. И никто, ни на кого не подавал суд. Бывало всякое. Виноваты были только мы и никто другой. Да, дрались до крови. И ходили все никак, привыкая и не обращая на это внимания. Мы ели пирожные, мороженые, пили лимонад. Но никто от этого не толстел. Потому что мы все время носились и играли. Из одной бутылки пили несколько человек. И никто от этого не умер. У нас не было игровых приставок, компьютеров, 165 каналов спутникового телевидения, компакт-дисков, сотовых телефонов интернета. Мы неслись смотреть мультики всей толпой в ближайший дом. Ведь и видиков тоже не было. Мы придумывали игры с палками и консервными банками. И мы воровали яблоки в соседних садах. И ели вишни с косточками. И косточки не прорастали у нас в животе. Каждый хоть раз записался на футбол, хоккей или волейбол. Но не все попали в команду. Те, кто не попали, научились справляться с разочарованием. Некоторые ученики не были так сообразительны, как остальные. Поэтому они оставались на второй год. Контрольные и экзамены не подразделялись на 10 уровней. И оценки включали 5 баллов теоретически. И 3 балла на самом деле. На переменах мы обливали друг друга водой из старых многоразовых шприцов. Это поколение породило огромное количество людей, которые могут рисковать, решать проблемы и создавать нечто, чего до этого не было, просто не существовало. У нас была свобода выбора, право на риск и неудачу, ответственность. И мы как-то просто научились пользоваться всем этим. Если вы один из этого поколения, я вас поздравляю. Нам повезло, что наше детство и юность закончились до того, как политики купили у молодежи свободу взамен за ролики, мобилы, фабрику звезд и классные сухарики. Я жил в стране, где книга стоит дороже бутылки водки, где молоко дороже пива, где вызов Деда Мороза стоит дороже вызова проституток, где штраф за парковку на газоне 5000 рублей, а штраф за наезд на пешехода от 500 до 800. Где ежедневный рацион собак и МВД составляет 420 рублей, а пособие на ребенка – 200 рублей в месяц. Где суши и пицца приезжают быстрее скорой помощи и полиции. Где герои ветеранов войны живут хуже рабов. Где за кражу сырка в супермаркете можно получить срок больше, чем за педофилию. Где в детсад оформляют по очереди и взятки. Где учебники покупают за свой счет. Где люди выбирают в глазах других быть счастливыми, а на самом деле несчастны. И наступают на свое горло ради искусственного счастья. Где ложь и лицемерие в приоритете. Где ради выгоды люди придают истинные чувства и истинные ценности. КОНЕЦ